И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной Mirror Space Engine. Эта серия называется «Жизнь за пределами Земли». Я немножко вернулся к нашей Солнечной системе, я вернулся в нашу галактику Млечный Путь, но сегодня мы побываем на ее краю. Я в этой серии попытаюсь найти какие-нибудь жизнеподобные землеподобные планеты в шаровых скоплениях на краю Млечного Пути. Так, ну что же, давайте найдем самое ближайшее, простите, звездное скопление к нам, это М-30. Кстати, возможно, мы найдем еще какие-нибудь интересные объекты. Не знаю, ну может быть какие-нибудь маленькие черные дыры или еще что-то в этом роде. Может... Сейчас, подождите. Так, в свободный режим, и мы на краю Млечного Пути. Да, вот наш дом. Наш дом практически. А вот звездное шаровое скопление М-30. Светимость 80168 звезд. Я, кстати, в свой телескоп, не помню название, Space Eye 100, по-моему, наблюдал это звездное шаровое скопление в созвездии Геркулеса, если мне не изменяет память. И достаточно интересно наблюдать его в телескоп. Ну, конечно, он не смотрится вот так, как ты видишь его на экране своего монитора, гаджета, через что ты смотришь мои видюхи. Да, кстати, обязательно сразу же поставь, влепи жирный лайк, подпишись на канал, если ты еще не подписан. В общем, вся вот эта красота, она наблюдается как маленькая такая точечка, размыленная. Но если представлять себе тот образ, который ты видишь сейчас, это намного тебя погружает... Так, подожди, давайте прямо-таки внутрь звездного шарового скопления. Здесь достаточно должна быть яркая ночь, если мы сейчас найдем какую-нибудь планету. Посмотри, сколько здесь звезд. Так, красный гигант, число планет 5, желтый карлик двойная. Нам нужно что-то найти более подходящее, такое, ну, может быть... Я сейчас не хочу заходить в браузер, вбивать там данные, параметры... Блин, я, честно, мне сейчас и лень это делать, искать какую-нибудь планету сейчас, как говорится, как я это обычно говорю в наших видео, методом тыка. И мне достаточно это иногда помогает найти какую-нибудь планету с жизнью. Прямо-таки везет, а то и две планеты с жизнью. Так, ну, ладно, давайте желтый карлик, посмотрим, что у нас по объекту. Так, умеренная пустынная субтерра, супераквария. Супераквария, подожди, температура минус 106 градусов. Замерзший, замерзший у нас камушек льда. Так, умеренная пустынная субтерра. Диаметр 5 964 километра. На поверхности у нас углекислый газ, имеются азоты, еще какие-то, не знаю, еще какие-то газы. Ну, можно, в принципе, перелететь к этой планете, посмотреть. Так. Я думал, почему-то мне показалось, что двойная звездная система. Нет. Ммм, у планеты, смотри, имеется спутник. Даже два спутника. Число Лум-2. Это маленький астероид, 82 километра в диаметре, да, астероид. А это у нас умеренная безвоздушная микротерра. Это что-то наподобие Луны. Диаметр 1120 километров. Ну, ладно, давайте уже перелетим к этому спутнику. Такс. Температура, температура у нас здесь... Подожди. Температура. Да почему у меня не нажимает? Да куда? Что это? Стой! Стой! Я... Я опустился на спутник этой планеты. Ну, здорово, слушай. Нет, мне нужно вернуться к планете. К самой планете. Подожди. Перелетим на планету. Вот. Все. Так, температура здесь минус 7 градусов. Замерзший углекислый газ. На планете, посмотри, шторма, дуют ветра. Солнечные сутки. 18 с половиной часов. Ну, практически 19 часов. Это какой-то замерзший каньон из углекислого газа. Или что это? Непонятно. Ого. Вот здорово сейчас посмотреть даже на... Я так понимаю, здесь у нас, скорее всего, рассвет на этой планете. Здорово посмотреть. Смотри. Это у нас, то есть, родительская звезда. Неподалеку еще какие-то звезды. Тоже очень довольно-таки яркие. Мы видим первый спутник планеты. Маленький, да, небольшой астероид. И вот он, второй спутник. То есть, вот это первый спутник, а там второй спутник. Посмотри. Днем даже... Вот что поразительно в звездных скоплениях. То есть, достаточно большое количество звезд друг с другом. И даже днем на дневном небе видно их. Так, пролететь сквозь весь этот каньон. Здесь, да, есть какая-то неплотная, скорее всего, атмосфера. Возможно, на планете на этой когда-то была вода. Ведь не просто так этот каньон здесь образован. Больше похоже на Марс даже. Так, ну давай теперь я хочу посмотреть на ночное небо. Ночное небо должно вообще прям просто удивить своей красотой. Много ярчайших звезд должно быть на фоне Млечного Пути. Вот уже, кстати, да, вот уже вечер, ночь. И посмотри. Вообще на поверхности... Вот сейчас мы смотрим на поверхность, видишь? Черный, просто черный экран. А вот, посмотри, и Млечный Путь. Как будто на горизонте океан, да? В котором... Либо море... В котором мы можем просто с разбегу прыгнуть и... Утонуть в нем. А там где-то вдалеке наш дом. Наша планета Земля. Магеллановы облака. Так, ну я хочу, наверное, дождаться рассвета. Пучина звезд. Просто огромная пучина звезд. И вот рассвет. Посмотри, на рассвете... Блин, это просто впечатляет. На рассвете мы видим также множество различных звезд. В М-30. А-а-а-а, подожди. Я хочу посмотреть, есть ли какие-нибудь... Планета вообще, она... Хотя бы... Чуть живая. Вулканы... Нет, вулканов нету. Минус на планете. Вулканы, видимо, уже давно сделали свое дело здесь. Здесь выбросили огромное количество углекислого газа, потухли. М-м-м... Посмотри, здесь тоже какие-то маленькие шторма идут. Мы сейчас опустимся прямо в пучину этого шторма. Невероятно. Так, ну давайте попробуем найти что-нибудь похожее более на Землю. Господа, двойная звездная система, состоящая из двух красных карликов. И у одной звезды есть три планеты, на которой есть жизнь. Давайте сейчас перелетим к ней. Жизнь. Теплая пустынная терра. С жизнью органическая, многоклеточная, наземная. И у нас есть... Кислород, азот, вода. Температура 58 градусов. Но эта планета, обрати внимание... То, что ты видишь, да, вот такие непонятные какие-то каракули, размытые на планете. Планета повернута всегда одной своей стороной к звезде. То есть, получается, на этой стороне планеты у нас все время как бы тепло. Ну, падает солнечный свет, скажем так. Ну, здесь температура 58 градусов, а на этой стороне у нас постоянный вечный холод, скажем так. И плюс здесь, видишь, это, я так понимаю, просто тень так падает. Хотя, она не должна быть такой, она примерно вот такая тень должна отображаться на этой стороне. Ну, это недоработки, сами недоработки разрабов Space Engine. Ну, представим, что это просто лед, планета замерзла одной стороной, и так образован лед. Хотя я бы даже сказал бы, что это, скорее всего, какая-то угольная планета, полностью покрыта углем. Я даже сейчас боюсь туда приземляться, дабы вообще не провалиться в какие-то текстуры. И я смотрю, что еще интересно, на этой стороне, вот, то есть на светлой ее части, я не вижу каких-то действующих вулканов. А здесь, посмотри, действуют вулканы. Возможно, это пепел какой-то, уголь, нет. Ну, это, по моему мнению, недоработка просто. Недоработка самих разработчиков. Хотя, хотя, если приглядеться на эту часть планеты, у нас падает солнечный свет. Так, ну, тогда хорошо, давайте перелетим на светлую ее сторону. А нет, посмотри, здесь тоже есть действующие вулканы. Ну, по идее, если здесь жизнь органическая, многоклеточная, наземная, здесь должна быть какая-нибудь растительность, но мы ее не видим. Красные какие-то оттенки. То ли серо, то ли что это такое? Так, подожди, диаметр планеты 9374 километра, и я как будто вообще на этой планете не вижу, даже не наблюдаю, даже тонкого слоя атмосферы. Как здесь может быть кислород, бить? Объясни мне, я немножко не понимаю. Так, ну, подожди. Хорошо. Если здесь по параметрам есть вода, где нам ее найти? Здесь должны быть какие-нибудь реки, озера. Это больше похоже, знаете, на что? На спутник Юпитера-Ио. Так, ладно, хорошо. Давайте попробуем найти какую-нибудь другую планету с жизнью. Еще одна двойная звездная система, и здесь даже две планеты с жизнью. Это у нас такой вот газовый гигант. Прохладный мини-Юпитер с жизнью. Органическая жизнь, многоклеточная, воздушная. Ну, я думаю, там смотреть особо нечего. Мы просто провалимся сквозь облака этого газового гиганта. А есть еще вот такая планета. Теплая пустынная субтера с жизнью. Жизнь на ней органическая, многоклеточная, наземная. Но, опять же, блин. Так, что у нас здесь есть? У нас есть кислород, азот, углекислый газ. И что это за шар такой непонятный? Может быть, жизнь есть где-нибудь под поверхностью планеты, но никак не на поверхности? Стой, я хочу сейчас, знаете, я сейчас уберу атмосферы. Нет, есть тонкий слой атмосферы. Ну, по-моему, он недостаточно такой, как на планете Земля. Чтобы удерживать кислород, там, защищать планету от всяких вспышек на солнце, на звездах родительских. Защищать от радиации. Возможно, может быть, конечно, под поверхностью планеты. Но как себе это представить, я немножко не понимаю. Так, солнечные сутки. Здесь у нас 37... 37... Подожди, вот. 37 дней? Ого. Неплохо. Нет, это все, конечно, интересно, но хочется что-то найти более такое, похожее на Землю. Планета РСЦ-8496. Солнечные сутки так бесконечны. Планета тоже повернута только одной стороной к своей родительской звезде. Есть вода, кислород, азот, углекислый газ. Температура минус 21 градус. Жизнь органическая, многоклеточная, наземная. Я не вижу ни одной реки, ни одного озера. Что это зеленое? Это какой-то газ? Или что? Подождем. Возможно, возможно. Слушай, это даже какая-то растительность. Я не удивлюсь. Сейчас я попробую опуститься на поверхность. Не так быстро? Да, посмотри. Если приглядеться, это действительно какая-то инопланетная трава. Хм, интересно, здорово. Ну, это уже лучше, чем то, что мы находили с вами в самом начале. Это что? Это спутники? А, да, это действительно спутники этой планеты. Маленькие прохладные астероиды. Ну, это уже, конечно, намного интереснее. Растительность все-таки на планете я нашел. Но при той температуре, какая здесь на этой планете, опять же, интересно. Как она выжила? То есть она замерзла? Но осталась в своем прежнем цвете? Либо растения так приспособились к такой температуре. Ну, я не знаю. Какая-то инопланетная уже получается жизнь. Ах, да, я забыл. У нас же планета повернута всегда одной стороной. К звезде. Так. На более темную сторону. Я хочу перелететь. Где-нибудь даже вот здесь можно, на горизонте. А теперь ускорим время. Пучина Млечного Пути. Представляешь, вечно наблюдать на горизонте закат родительской звезды. А где-то там, наверное, я наблюдал в телескоп. Ух ты, ух ты. Стой, стой, стой. Подожди. Ты видел? Ты видел? Это что? Это комета? Это комета или планета? Нет, по-моему, это комета. Ох, как здорово. Вот этого я, честно говоря, не ожидал увидеть. Так. Давай ускорим время. Вот все-таки здорово после последней обновы, связанной с кометами, они кометные хвосты немножко оптимизировали. И вот этот синеватый цвет. Так, стой. Нет, это прохладный астероид. Да в смысле? Это больше похоже на комету, согласись? Я прямо-таки захотел к нему перелететь. Подождем. Ага. Нет, ну, возможно, конечно, это астероид, на котором, на поверхности которого есть замерзшие кусочки льда. То есть, есть вода. И при сближении с звездой, она начинает разогреваться, теряет все свое содержимое, и мы видим вот такой вот прекрасный, красивый хвост. В общем, скажу так, ребята, что жизнь за пределами Земли есть, она есть в звездных шаровых скоплений. Но это мы с вами, к сожалению, никогда не узнаем. Потому что расстояние очень огромное в космосе. Мы можем только лишь предполагать, смотреть в телескопы и представлять, что, возможно, на нас также оттуда, с какой-нибудь планеты, похожей на нашу, кто-нибудь наблюдает за нами. И представляет, что на той маленькой звездочке, которая там светится вдалеке, ну, правда, с М-30 мы не увидим даже нашу звезду. Можем представлять, что там тоже кто-то есть такой же живой организм, который в данный момент смотрит на нас. Ну, если, конечно, они не имеют таких телескопов, как у нас Хаббл и все прочие, они могут видеть нашу звезду, могут рассмотреть планету Земля. В общем, все. Если понравилось видео, пальчик вверх, подписочка на канал. И помните, что космос и Вселенная бесконечны, и мы только начинаем свое путешествие в нем. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok